Семьи, в которых больные дети сталкиваются с массой проблем, одна из которых – обучение. Как воспитывать и обучать ребенка, который часто находится в больнице, и где находить средства на дорогостоящее лечение, узнавали наши корреспонденты. Семья Николаенко еще в 2012 году обратилась на телеканал «Алекс» с просьбой помочь собрать средства на лечение дочери. У жизнерадостной и улыбчивой Вали было сразу несколько диагнозов. В семье трое детей, поэтому суммы для родителей были неподъемные. Поликистоз, сказали нам, это генетическое, то есть даже не могут определить, почему у нее такие почки. То есть это врожденная, как нам сказали. А портальная гипертензия образовалась, конечно, по вине врачей роддома. Потому что мы, когда были в роддоме с ней, у нас была желтушка. Ставили попочный катетер, и этот попочный катетер нам затрамбировал эту вену. С портальной гипертензией уже справились, а вот почки у ребенка остались проблемными. Вот и сегодня девочке снова нужна реабилитирующая терапия. Не обследоваться. Если не проходить курс реабилитации и плюс лечение курортного снаторного, то в будущем, конечно, могут даже разрастись эти кисты, и идет полностью отказ почек, то есть трансплантация. Государство о тяжело больных детях заботится мало, говорит мама Вали. За эти годы семье в основном помогали благотворители и небезразличные люди-волонтеры. Нужно сейчас некогда бегать, оформлять, и реакция. То есть мэрии неизвестно, будет ли положительный ответ или нет финансов, как всегда у нас. Мы же привыкли, мы знаем, что такой будет ответ. Поэтому помогли. И мне кажется, что вот каждый гражданин общества, каждый человек вот сейчас может помочь. Уже за четыре года потрачено около 300 тысяч на все операции и реабилитации. Кроме финансовых, семьи с больными детьми зачастую сталкиваются и с психологическими проблемами в воспитании и обучении. А так вот учиться у нас очень тяжело, потому что очень много болеет, очень тяжело, она восстановительно эти проходит реабилитационные эти. Каждая ей больница, каждый анализ, в общем, психологически для нее давление, в общем, тяжело воспринимают все. Педагоги отмечают, учить детей, которые постоянно пребывают на лечении, непросто, но, возможно, нужны другие методики и технологии. Светлана Горбач, вален-педагог, говорит, сегодня уже нет абсолютно здоровых детей. В школах много гиперактивных малышей, которые тоже трудно обучаются. Изменились дети, изменилось время и изменились вообще требования времени. Нужны другие люди, не нужны никому исполнители, нужны творческие, активные, с активной жизненной позицией, с лидерскими качествами. А этого, к сожалению, не формирует наша современная школа. Светлана Горбач считает, нужно в корне менять систему образования, адаптировать ее под запросы общества, а с больными детьми и подавно вести индивидуальную работу, которая тоже стоит денег. Вот и получается, что семьям с больными детьми остается надеяться только на свои силы и неравнодушных энтузиастов. Субтитры создавал DimaTorzok